Студия Купова инфрационного агентства правительства Нижегородской области продолжает свою работу. У нас в гостях очаровательная женщина, возглавляющая департамент международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Нижегородской области, Ирина Негребецкая. Добрый день, Ирина Александровна. Здравствуйте. Вчера в рамках работы в бизнес-сайминге состоялся семинар по вопросам развития внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской деятельности с иностранными партнерами. Расскажите, какие темы обсуждались на нем? Начнем с того, что мероприятие для нас уже становится традиционным. Осуществляется оно в рамках реализации соглашений между правительством Нижегородской области и Министерством экономического развития Российской Федерации, которое предполагает взаимодействие по поддержке предприятий, организаций Нижегородской области и вообще всех регионов, которые подписали подобное соглашение при выходе на зарубежные рынки. В эту работу очень активно вывлечены торгпредства в различных странах. И, соответственно, вот тот семинар, который мы проводили, он как раз посвящен именно практическим аспектам реализации тех мер, которые будут способствовать, чтобы наши предприятия выходили на рынки успешно. Я вот так ведь и вата говорю, на самом деле за этим скрывается абсолютно простой механизм того, что должно сделать предприятие, чтобы получить поддержку со стороны торговых представительств, которые, находясь на территории иностранных государств, обладают всей полнотой информации о рынке, о тех возможностях, которые существуют для предприятий, и готовы предоставить свои услуги, свою поддержку конкретным предприятиям. Министерство экономического развития очень много делает для того, чтобы действительно оказывать действенную помощь предприятиям. И на нашем семинаре он проходил уже во второй раз при поддержке Минэкономразвития. Первый состоялся на первом бизнес-саммите, становится уже хорошей традицией, что нас министерство поддерживает. Как раз на семинаре и обсуждалось, что нужно сделать, какие документы подготовить предприятиям, куда они должны обратиться. Для того, чтобы получить всю информацию. В семинаре принимали участие все регионы Бривовского федерального округа. Проводился он на уровне специалистов. Что было ценным, то, что действительно был диалог. Действительно, вопросов задавалось неимоверное количество, что, в общем-то, подтверждает и интерес, и показывает нам, в каком направлении нужно вести работу, чтобы действительно она была эффективной. У нас участвовали торг-преды в этом семинаре, которые уже действительно на практических примерах показали, как эта система работает, и рассказали о том, что они могут сделать для предприятия. Теория, это, конечно, хороша. А вот, действительно, как на практике происходит процесс, когда оказывается поддержка предпринимательным, в том числе и Нижегородским? То есть вот этот механизм, если можно поподробнее расскажите. Ну, если говорить вот о той сфере ответственности, которая у меня, то это, конечно, в первую очередь информационная поддержка, и в какой-то степени консультационная, методическая. Наша задача действительно довести информацию до субъектов предпринимательства, до предприятий. О финансовых мирах я говорить не буду, это не моя сфера, и у нас есть Министерство поддержки развития малого предпринимательства. Но вот то, что касается нас, как раз мы являемся тем мостиком, который помогает найти самый короткий путь предприятиям на другие рынки. Не в плане того, что мы занимаемся выводом предприятий или продуктов на рынке. Безусловно, мы информируем просто о том, какую может помощь оказать торговое представительство, какие существуют услуги, которые они могут оказать. У нас есть Центр поддержки экспортного потенциала Нижегородской области. Вот там уже, да, там практические аспекты. Там есть возможность провести первичные исследования, там есть возможность оказать поддержку предприятиям при организации контактов международных, будь то здесь, в Нижегородской области, или будь то за границей. Поэтому, наверное, мы такое вот маленькое окошечко в мир, может быть. Угу. Сотрудничество в каких сферах предпринимательской деятельности наиболее привлекательно для иностранных партнеров? Хороший вопрос. Нижегородская область вообще, в принципе, очень интересна иностранным партнерам. Но с учетом того, что у нас экономика, она не такая однозначная, как может быть, если сравнить вот с энергодобывающими регионами, да, вот с теми, которые добывают какие-то ресурсы. Ну, у нас в основном обрабатывающая промышленность. Конечно. У нас очень диверсифицированная экономика, поэтому мы, помимо того, что традиционно, безусловно, это сотрудничество в сфере производства и так далее, так далее, есть же еще очень много сопутствующих отраслей. Это оказание услуг в любых сферах. Это юридические услуги, это банковские услуги и так далее, так далее. Все, что сопровождает бизнес. И, безусловно, мы очень заинтересованы в том, чтобы эта инфраструктура развивалась, потому что это очень серьезный фактор и инвестиционной привлекательности в том числе. Один из моих вчерашних собеседников, Елена Назарова, представитель департамента в Министерстве экономической сферы Федерации, обозначила, что с Министерством заключено соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической сфере с Нижегородской области. Почему был выбран именно наш регион? Сейчас у Минэкономразвития, если я не ошибаюсь, насколько информирован, 20 или 22 таких соглашения, соответственно, с 22 регионами. Мы подписали соглашение в числе первых. Первой десятки. Вызвано это было тем, что, безусловно, Нижегородская область пользуется доверием. Именно как регион, где можно осуществлять какие-то пилотные проекты. Потому что этот проект, как раз вот заключение подобных соглашений и организация работы, это совершенно новое направление в Минэкономразвитие. После того, как было принято решение о формировании нового облика торговых представительств и передачи им функций поддержки именно региональных проектов. Такого раньше у них не было. Соответственно, любая перестройка требует, ну, помимо того, что в стратегическом плане были определены направления, она требует, безусловно, и тактических усилий по тому, как это будет делать. Потому что у нас все знают, на самом деле, что надо делать, но очень мало знают, как. И вот Нижегородская область, пользуясь действительно репутацией региона, где умеют принимать решения, где умеют выстраивать процессы, была в числе тех, кто первыми подписали эти соглашения. То есть можно сказать, что Нижегородская область является важным стратегическим партнером министерства? Безусловно. Мы подтверждение этому находим всегда. И в том числе вот и на вчерашнем семинаре, то, что это проводится у нас уже традиционно. И последний у меня будет к вам вопрос. Одним из новшеств нынешнего бизнес-саммита является формат B2B для деловых переговоров. Оценить его преимущество перед другими способами осуществления взаимоотношений между предпринимателями? Вот в самом уже, это секрет языка, да, уже вот в самой этой фразе кроется то главное, да, B2B. То есть, соответственно, бизнес к бизнесу уже указано направление. То есть бизнес идет навстречу друг другу. Диалог, наверное, всегда лучше, чем монолог. Поэтому любая другая форма, будь то конференция или, будь то, например, круглые столы, где идет беседа именно вот как раз на стратегические темы. Определяются какие-то проблемы, определяются какие-то задачи. Но вот именно договориться между собой и понять, как это делать, понять, к какому результату стремятся обе стороны, это можно только в диалоге. И поэтому B2B – это как раз формат диалога, это самое главное. Потому что пусть не в споре, но в диалоге рождается истина, рождаются проекты, рождаются какие-то договоренности, обсуждаются и решаются какие-то вопросы, может быть, даже те, которые мешают взаимодействовать. Поэтому я считаю, что это самый эффективный формат, когда есть дискуссионная площадка, и мы именно позиционируем наш форум как дискуссионную площадку, как площадку для выработки решений. И я считаю, что это очень эффективный формат. Что ж, спасибо. А я напомню, что у нас в студии была директор департамента международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Нижегородской области Ирина Негребецкая. Оставайтесь с нами, следите за трансляцией. Нижегородная площадка для выработки решений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...